Привет, друзья! Всем нам известно еще из школьных времен, что первым человеком, побывавшим в космосе, является Юрий Гагарин. Однако американцы, как оказалось, совсем так не считают. Почему? Американцы, канадцы и многие граждане других стран Запада не согласны с тем, что первый космонавт – это Юрий Гагарин. Причин этого называют несколько. Первая причина связана с тем, что первый космонавт не Юрий Гагарин, им называют другого человека – Алексея Ледовского. В 1959 году одну из итальянских информагентств опубликовала рассказ человека, занимавшего высокий пост в правительстве социалистической Чехословакии, а потом сбежавшего из страны. По рассказу перебежчика, первым в космос полетел военный летчик еще в 1957 году, но полет оказался неудачным и он разбился. Потом еще три раза делались попытки покорить космические просторы, но все они закончились трагически. Не стало еще трех летчиков. Алексея Грачева, Ивана Кочуры и Алексея Белоконева. По второй версии, именно Владимир Ильюшин – первый космонавт. Об этой версии долго писали во многих западных СМА. Фамилия этого летчика в 1964 году даже в Книгу рекордов Гиннеса попала, как принадлежащая первому космонавту. Ильюшин являлся летчиком-испытателем, но ему не повезло, он попал в серьезное ДТП и получил множественные травмы. Незадолго до аварии он участвовал в испытаниях нового самолета, все прошло успешно и Ильюшина представили к званию Героя Советского Союза как человека, достигшего мирового рекорда в высоте полета. Также в США они считают первым космонавтом Юрия Гагарина из-за правил МАФА. Международные правила по авиации гласят, что космический полет в том случае считается совершенным, если космонавт и взлетел, и приземлился, находясь непосредственно в корабле. В случае с Гагариным приземление было совершено с парашютом, то есть не вместе с самим кораблем. Советское правительство об этом знало, как и о правилах МАФА. И каким именно образом Гагарин приземлился, решили засекретить. Но не получилось, информация просочилась, а недоброжелатели тут же ее растрезвонили по всему миру. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все, пока.